Здравствуйте, уважаемые блогеры, блогеры в Перми, готовые КГБ, бывший Бессонов. Алексей Борисович, ну вот по поводу инициатив президента, по поводу изменения в Конституции, ну, в общем-то, так сказать, правы, говорят, потому что, кстати, американцы правы, что данные изменения не направлены на развитие политической системы в стране, да, на то, чтобы гаждано реализовали, а не направлены на то, чтобы удержаться в власти. И в этой связи, ну, постсоветское пространство, оно рождало, так сказать, еще, в общем-то, достаточно забавные вещи, да. Ну, например, президент Узбекистана, там, по Конституции Узбекистана, он не имеет права избираться больше двух сроков. А вот сидит уже четвертый срок, и даже изменения не вносит из Конституции формально, да. То есть, а зачем? Ну, вот, в Казахстане там накануне, так сказать, истечения срока проводят референдумы и так далее. То есть, ну, таких способов, вот, особенно это популярно в Африке, да, там, фактически, постоянно, так сказать, диктатуры, они меняют Конституции, там, продлевают полномочия. То же самое здесь. И удивляет позиция Геннадия Андреевича, который сказал дословно в интервью про красные линии, что, конечно, нужно менять Конституции, что называется, ограничивать право президента. Но это там Путином делается не для того, чтобы ограничить право президента, а для того, чтобы удержаться у власти. Да, фактически, в сравнении от выборов судебная система вот такая. Поэтому сказать, что это направлено с целью распределения власти по трем ветвям, это далеко не так. Это делается для себя влюбимого, а совершенно не для того, чтобы политическая система в стране была сбалансирована, разветвлена и так далее. Поэтому вот такая ситуация. То есть, ну, и проводят это уже, видите, голосованием, не референдумом. Ну, и комиссию создали новую. Туда входят артисты, писатели, спортсмены. Ну, безусловно, это очень важные, значимые люди и так далее. Поэтому, к сожалению, к сожалению, вот такую политическую систему мы получили в итоге. Да, ну, что будет дальше? Ну, так будем жить. Спасибо, Ваш Бессонн Форсий Борисович.